Несмотря на мое отношение к челке, многие пользователи с радостью бы отказались от челки вовсе. И судя по последним новостям, Apple готовит для нас небольшой подарок. Вдобавок, появилась информация об особенности смартфонов линейки iPhone 13 и немного грустных новостей для тех, кто ждет наследника iPhone SE 2020. Ну и бонусом поговорим об автомобиле от Apple. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, на связи Антон, канал Копипаста. Поехали! Давайте по порядку. Во-первых, как сообщает портал GizChina, смартфон линейки iPhone 13 получит поддержку Wi-Fi стандарта 6E. Это позволит достигнуть скорости в 2 гигабита в секунду и задержки на уровне 2 мс. Но это еще не все. По информации все того же портала, все четыре смартфона могут получить лидар-сенсор. Для тех, кто не знает или забыл, напомню, что в этом году лидар сначала появился в планшетах линейки Pro, а затем был добавлен в Pro-версии айфонов 12-й линейки iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. И если эта информация подтвердится, то это значит, что пользователи iPhone 13 и iPhone 13 mini получат возможность создания портретных фотографий в условиях с низкой освещенностью. Ну а теперь переходим к самому интересному. По сообщению все того же портала GizmoChina, челка в смартфонах линейки iPhone 13 может стать меньше, а количество сенсоров основной камеры возрастет. Более подробной информации нет, но звучит это многообещающе. В любом случае, радоваться пока рано, ведь до анонса смартфонов очень-очень далеко. Но новости, скажу честно, очень обнадеживающие. И смартфоны линейки iPhone 13 обещают быть безумно интересными. Но давайте от iPhone 13 перейдем к iPhone SE. В 2020 году компания Apple представила iPhone SE 2020. И сразу после его выхода появились новости о том, что совсем скоро нам могут показать iPhone SE Plus или условный iPhone SE 3. Но, как сообщает портал PhoneArena, в следующем году ждать смартфона в рамках линейки iPhone SE не стоит вовсе. Что неудивительно, ведь между релизами первого и второго смартфона линейки iPhone SE прошло 4 года. И если Apple сохранит эту тенденцию, то ждать новый смартфон в этой линейке раньше 2024 года не стоит. А знаете, чего еще не стоит ждать раньше 2024 года? Старта производства автомобиля под брендом Apple. Как сообщает Reuters, яблочная компания работает над автомобилем с 2014 года. И отступать от своих планов не собирается. А пиком инновации должен стать аккумулятор. Это совершенно новый уровень. Нечто подобное мы чувствовали, когда нам показали первый iPhone, пишет издание Reuters. В любом случае, тут можно пожелать только успехов Apple. Ведь проект непростой и есть вероятность, что компания Apple не сможет довести его до конца. А вообще представьте, купили вы машину, а руль надо докупить отдельно. Всего за 99,99 вечно зеленых. Ну и так, шутки юмора. Надеюсь, у Apple все получится, и на рынок электромобилей придет сильный игрок с огромной базой фанатов. И предложит нам что-то по-настоящему новое и интересное. А каких инноваций ждете вы от iPhone 13? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Микрофон у Копипаста Антон. До связи!